Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю! Слава Искупителю рода человеческого! Слава Мессии Ишуа, тому, кто действительно стал светом к просвещению всех народов и славой народа своего Израиля! И сегодня воскресенье, вот в этом прямом эфире я сейчас подключился, через час уже выезжаю и в общем-то у нас в 9 утра литургия божественная и само это служение, за которым я буду проповедовать и будет рукоположение Диакона Максима в Иерея, в священнике. Диакон Максим тот самый, что был вчера со мной здесь в студии, вот и сейчас он готовится к этому важному такому переживанию своей жизни христианской. Слава Богу! Я лично молюсь и мы молимся в нашей церкви, чтобы наш брат, дорогой Максим Диакон, несший Диаконское служение, так же успешно и еще более, чтобы он нес священническое иерейское служение. Слава Богу! И сегодня воскресенье, сегодня 11-е у нас число февраля, вот и сегодня, значит, неделя о Страшном Суде. Само это воскресенье посвящено этой теме в календаре, православно обозначено это и в нашем календаре реформаторской православной церкви Христа Спасителя, архиепископом, которой я являюсь, так же обозначена как раз эта тема. И хочу прочесть из Слова Божьего, вначале из Божьего Слова, послание к римлянам, пятая глава, начинается такими словами. Итак, пишет апостол Павел, итак, он пишет, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. Вот это слово архиважно сегодня для такого сугубого понимания этой темы, темы вообще суда, темы спасения, темы оправдания, потому как Библия Нового Завета говорит нам действительно о том, что возмездие за грех – это смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. То есть есть дар Божий, подарок, можно так сказать по-русски, современным языком, подарок Божий истрадавшемуся человечеству. Подарок Божий – подарок истрадавшейся человеческой душе. Этот подарок, его невозможно заработать, заслужить, его можно и достойно лишь принять. Он оплачен, оплачен ценой, самой великой ценой – кровью Иисуса Христа, кровью Мессии. Знаете, друзья, те люди, что на пути к спасению, что еще не приняли благодать эту, не приняли жертву Голговскую Иисуса Христа, как своего Спасителя Господа не приняли еще, не осознали до конца всего того, что сделал Бог для них. Моя молитва сегодня о таковых – познайте Господа. Божий всемогущий, открой глаза, Господь, людям, всем. Ведь Ты хочешь, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, Ты – Бог, и един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, предавший себя для искупления не некоторых, не кого-то из нас в отдельности, а всех, всех нас, всего человечества. Слава Тебе, Господь, Бог всемогущий. Благослови, Господь, по богатой Своей милости всех нас. Аминь. Благослови, братья и сестры, те, кто уже приняли благодать спасительную, приняли Господа Иисуса Христа как своего Господа, своего личного Спасителя, воздайте славу Богу, возблагодарите Творца за этот дар Его. И я благодарю Бога со всеми избранными, благодарю Бога со всеми святыми, со всеми вами, дорогие друзья, принявшими благодать спасительную. Благодарю Бога всемогущего. Господи, слава Тебе. Благодарю Тебя за жизнь вечную, дар Твой, который я по милости Твоей принял, как подарок от Тебя. И благодарю Тебя за братьев моих, сестер, кто уже принял эту благодать спасительную. Боже, кто принял Тебя и Иисуса Христа своим личным Господом, Богом, Спасителем. Кто принял эту кровь божественную, Иисуса Христа, как за Него лично пролитую на Голговском кресте. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя. Свет к просвещению всех народов. И слава народа своего Израиля. Аминь. Дамы и господа, братья и сестры. Вся эта неделя посвящена теме страшного суда в календаре православной церкви. С покон веков эта традиция, ей уже полторы тысячи лет, даже более, чем. Эта традиция нашей, она для нас православных очень такая важная и святая традиция. Потому что тема на самом деле очень важная, архиважная. Но если в раннем Византии еще, когда сохранялось библейское учение, библейское понимание, истинное понимание, божье понимание, спасение, пути спасения, пути жизни. В то время, неделя о страшном суде, она была самой радостной неделей в году, как это ни странно звучит. Люди ходили в гости друг к другу, накрывали столы, не постились, а наоборот. Вот епископы, патриархи тогдашние, ранние Византии еще утверждали, что эта неделя страшного суда нам на радость дана, нам на веселье дана, что кушайте. Нет поста в эту неделю, чтобы никто не постился, потому что Бог примирил с собой весь мир, Он всем нам дал спасение. И мы, принявши эту благодать спасительную, кушаем, ходим в гости, общаемся, радуемся, увеселения всякие, такие, знаете ли, совершаем, радуемся жизни особенно. Наверное, это было еще сделано, я так думаю, в противовес всем остальным религиям, потому что все остальные религии так или иначе, но суда страшного боятся, Бога боятся, ну, в таком плохом смысле слова боятся, как подсудимые, судью. Но мы судью любим, как нашего отца, искупителя, и на суд верующие не приходят, ну, как подсудимые имеется в виду в Библии, конечно же, по контексту. Приходят на суд, конечно же, но как неподсудимые, как свидетель его. Это тоже волнительно, конечно, безусловно, тоже волнительно, но волнение, волнение рознь, волнение подсудимого, это одно, тем более, зная, что судья не подкупен, и приговор, да, оглашен будет. Но волнение свидетеля, который приходит к любящему отцу, и в присутствии всех, и вся свидетельствует о благодати Божьей, о любви Господа Иисуса Христа, вот, о Евангелии благодати Божьей, или Евангелии Царства Божьего, это совершенно иное волнение. Это волнение, связанное с любовью больше, и с радостью, с таким переживанием. Вот, и я, как свидетель Господний, я благодарю Бога Всемогущего, нашего Небесного Отца Иегову, Бога Авраама Исаака Якова. Благодарю Бога за эту благодать спасительную, за дар вечной жизни во Христе Иисусе Господе нашим. Благодарю Бога и молюсь о том, да познают Тебя, Господи, Божий Всемогущий, все народы земли, и Тобой посланного Иисуса Христа, да примут жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую, радостную, прирадостную. Слава Тебе, Господь, за все. Аминь. Благоставляю вас, дорогие друзья, братья и сестры, благоставляю благоставением священническим, благоставляю благоставением Каэнов, Аароновым благоставением. Да благоставит Тебя Господь и сохранит Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя, да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Слава Искупителю рода человеческого. Да, друзья, и вся эта неделя, она в народе называется Масленицей или Масляной неделей, по церковному еще сырной. Но, дамы и господа, братья и сестры, если я говорил, что в ранней Византии библейское богословие, оно было приоритетным, и понимание Божье, понимание спасения, оно было главнейшим, то, к сожалению, впоследствии, знаете, уже в поздней Византии и у нас, уже принявших с Византии христианство православное, это потеряно было. Библейское понимание, истинное Божье понимание пути спасения было, к сожалению, утеряно, растеряно. Это весьма печально, конечно, и тем более это смешалось еще и с нашим язычеством, славянским язычеством, здесь на Руси, тогдашней Киевской Руси, и впоследствии дальше, чем больше, тем дальше, тем больше смешалось со всякого рода язычеством. И поэтому вроде как бы радостная неделя осталась, как бы, да, значит, ликование, там, значит, знаете ли, праздник сам, вроде как бы остался, да. Да, да, но ради чего все это, почему это все было изначально в христианстве, это оказалось забытым, к сожалению. Вот, и я верю, что Господь, Он сегодня пробудет народы, пробудет души людские, и номинальное христианство должно стать действительно настоящим живым Божьим христианством, христовым христианством, не просто православным, католическим или протестантским, или каким-то еще. Наши конфессии, деноминации нас не спасут, но Спаситель лишь один, Господь Иисус Христос. И, дамы и господа, братья и сестры, на этой неделе у нас еще праздник, церковный праздник. Это не господний праздник, он не дан нам Богом был в Библии, но это праздник, установленный церковью, и он хорош тем, что он вспоминает собой действительно библейские события, которые имели место быть, а именно Сретене Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Сретене Господне. И я на Сретене буду во Львове, уже завтра я буду в городе Львове, сегодня я в Киеве, у нас в церкви проповедую, напоминаю, что в 9 утра у нас собрание, сейчас молитва перед богослужением, вот, и потом в самой уже там архиепископии молитва, и богослужение с 9 утра у нас в арендованном помещении, потому что у нас пока нет, к сожалению, своего помещения, даже не то чтобы храма, даже нет своего помещения, вот, но в арендованном помещении, возле станции метро Кловская, улица Ленида, Первомайского, 6. Да, и хочу напомнить тоже, кто сейчас подключился, так, нет сообщения пока, значит, но я, в общем-то, включил, с беззвучной связи вышел, значит, дело в том, что мобильный номер, который включаю я при этих прямых эфирах, значит, или же перед всем включаю, во время эфира, и после эфира бывает тоже включен этот номер, значит, принимаю сообщения, бывают и звонки, но лучше, наверное, все-таки сообщения, значит, или здесь, прямо под видео писать сообщения, или же смс-сообщения, значит, и этот же номер, Киевстар у меня номер, значит, который я использую для этого, этот номер Киевстар можно использовать еще вам как возможность финансово участвовать в моем служении Господу, здесь, в Киеве и по Украине, напоминаю этот номер, вы можете пополнять этот номер с любой точки Украины, вот, и я через новую почту имею возможность эти деньги обналичить, и получить, получив их, использовать на дело Царства Божьей, проповеди Евангелия, напоминаю номер, запишите, пожалуйста, 096 96 2 66 75, еще раз повторяю, 096 96 2 66 75, этот номер прямых эфиров, и сегодня вечером, если будем живы-здоровы, и Господь благословит, то сегодня вечером вновь в прямом эфире буду, в 18.00 по киевскому времени, 19.00 по московскому получается, подключайтесь, дамы и господа, братья и сестры, и продолжу тему как раз я уже после служения нашего, может быть, значит, с Максимом будем вместе опять, или с отцом Алексеем, нет, вряд ли, скорее всего, буду один я опять, как сегодня утром, вот, вот, а уже во Львове с понедельника, я думаю, мы сделаем эфиры вместе с епископом нашим Кифой, и вместе с братьями, сестрами со Львова, сделаем несколько эфиров таких, следите за новостями, да, я проповедую, значит, в собрании, значит, как раз и на Сретене, все ночное бдение будет у нас, значит, как раз посвящено Сретене Господнему, вот, и в разных конфессиях, получается, у баптистов, у писятников, у харизматов, в разных очень, в разных церквях, слава Богу. Да, друзья, и что касательно Сретения Господнего, должны мы помнить слова, которые Симеон, праведный, сказал, приняв младенца Иисуса, он сказал, что он, Иисус, будет Светом к просвещению всех народов, и славы народа своего Израиля, и действительно, так оно и есть, Иисус, действительно, Он Свет к просвещению всех народов, и Он Слава народа своего Израиля, слава Богу. Первая часть пророчества этого, кстати, она уже фактически исполнилась, вот, и, значит, сегодня на самом деле все народы так или иначе просвещены Светом Слова Божьего. Трудно на земле найти народ, который бы не был бы так хорошо оглашен Словом Божьим сегодня, вот, хоть в малой степени, но просвещен Светом Слова Божьего, и просвещается все больше и больше. Вот так вот, и, ну, на наших глазах, особенно последних 70 лет, исполняется и вторая часть этого пророчества. Я имею в виду 70 лет, почему? Потому что 1948 года, с момента возрождения еврейского государства, и с момента того, как Иерусалим становится снова еврейским городом, столицей еврейского государства. Вообще-то удивительная история 20-го столетия, удивительнейшие геополитические чудеса 20-го столетия. Да, 40-е и 60-е годы стали вот такими эпохальными в мировой истории. И, дамы и господа, братья и сестры, вторая часть пророчества говорит нам о том, что и того сказано на Сретене Господне, что Иисус, Он не только свет к просвещению всех народов нашей планеты, нашей земли, но Он и есть свет, Он и есть свет Израиля, свет для народа своего, первенца своего. Он и есть слава народа своего, Израиля. И сегодня благоставляем Израиль, благоставляем Иерусалим, столицу еврейского государства Израиля. Благоставляем всех евреев, находящихся в земле Израиля, и в рассеянии находящихся. Благоставляем всех во имя Господне. Сегодня великое чудо совершается на наших глазах, действительно. И сегодня все мы евреи, неевреи, люди разной национальности и культур. В Божьем таком благоставении, этого Божьего интернационализма, через кровь Божественного Иисуса Христа, на кресте Иисус, еврейский Мессия, ставший светом для всех народов, Он примирил с собой весь мир. На кресте Бог примирил с собой весь мир. На кресте Бог разрушил всякую вражду, убил всякую вражду, в том числе и межнациональную всякую рознь, пригвоздил ко Кресту. Слава Господу Иисусу Христу. Благоставляю всех вас во имя Господне из города Киева. Божьей милостью. Баруха Шем, благословенное имя Господне. Архиепископ Сергей Журавлев. Наша Киевская архиепископия, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя, проводит богослужение каждое воскресенье здесь, в Киеве. Поэтому, если сегодня вы не сможете быть, то в записи это одно, а можете вживую быть. Это станция здесь, в Киеве, в центре города, станция Метрокловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это предприятие УТОС, общество слепых. И, знаете ли, это даже для нас, для меня лично, это как некое даже знамение определенное свыше, будем так говорить, не просто совпадение. Ведь мы призваны открывать глаза слепым, действительно, и духовных слепцов просвещать светом Слова Божьего. Так вот, дамы и господа, и, значит, в этом УТОСе с 9 до 19 часов дня наше арендное время каждое воскресенье. На четвертом этаже вход через проходную, лифтом поднимайтесь на четвертый этаж. Да, и еще скажу, что также здесь, в нашей Киевской архипископии, есть некоторые нужды. Вот, в частности, нужен автомобиль. Да, если у вас есть авто, и вы не знаете, вы хотите пожертвовать, но думайте туда или туда пожертвовать. Есть много миссий христианских, слава Богу, много служений. И, конечно же, и баптисты, и хризматы, и писятники, адвентисты, католики, православные, очень разные вообще христианские есть миссии. Но вот одно из, один из путей, как бы, куда вы можете посеять, это как раз реформаторское, такое евангельское православное служение. Отец Алексей, он наш протерий, служит автомобилем, но Деоланус есть. Слава Богу за этот автомобиль, слава Богу за отца Алексея, который так вот служит в любое время дня и ночи этим транспортом. Но машина уже изношена, ремонтирована, переремонтирована, и поэтому, знаете, не то, что она движется, это тоже чудо Божье. Вот, и поэтому, вот, епископия наша нуждается сейчас будет, в транспорте нуждаться будет. Ну, по-любому помолитесь, даже если у вас нет авто, чтобы пожертвовать, то помолитесь об этом, хорошо. Друзья, вот, ну и не забывайте, что мобильный номер не забывайте пополнять мой, потому что тем самым вы можете финансово участвовать в служении моем Господу. Вот, а пока передвигаюсь я, значит, по, в основном по Украине, и не только по Украине, по этой системе BlaBlaCar, значит, я ее называю BlaBlaChurch еще иногда, потому что очень интересно бывает знакомство, общение, молитвы, вот, и каждая поездка, она особым благословением является тоже для меня. Слава Богу. Поэтому, хотя передвигаюсь без авто, транспорта своего, но не унываю и максимальную пользу извлекаю из того, что сейчас есть. То есть, имею, ну, как, такую старание иметь, жить благочестиво, быть благочестивым и довольным тем, что есть. Благодарить Бога за это. Вот, благодарю Бога за BlaBlaCar, за этот сайт, за возможность такую списываться с людьми, с ними, значит, путешествовать из города в город, из страны в страну даже. Вот, и сеять Слово Божье, свидетельствовать о Божьей милости, Божьих чудесах. Слава Богу. Вот, и вот так же BlaBlaCar я еду сейчас вот во Львов, уже забронировал и со Львова тоже поездку. Вот, и, может быть, еще куда, Бог укажет. В Черкасскую область надо будет ехать тоже. К отцу Виктора мы с ним списывались. Вот, сегодня, кстати, возможно, он приедет. Вряд ли, наверное, уже сегодня, но... Но он приезжает сюда. Позапрошлого воскресенья он проповедовал здесь в церкви, но меня, правда, не было. Я еще был в России тогда, я еще был в Туле. Вот, так же BlaBlaCar с помощью этой системы путешествий таких, подорожей таких вот именно попутных. Я вот с Тулы приехал сюда, в Киев. Да, благоставляю всех вас, дорогие друзья, во имя Господа Иисуса Христа. Спасибо, Господи, за все. Боже, благостави предстоящее служение наше. Благостави, Боже, всех священнослужителей наших, кто сейчас и гостей, кто членов церкви, кто собирается прийти сегодня на служение. Кто не сможет быть сегодня с нами телом физически, то, но сердцем с нами благостави, Господь, во имя Иисуса Христа. А так же, Боже, благостави Киев, благостави, Господь, Украину всю, во имя Иисуса Христа и всю нашу истрадавшуюся планету, Боже, во имя Иисуса Христа. Благостави, Господи, Боже всемогущий, здесь, в Киеве, на берегах Днепра, все собрания, везде, к тебе призывается имя Святое Господа Твое, Господне Твое имя, Иисуса Христа, Боже, благостави, Господь, во имя Иисуса, благостави, Господь. Потому что где двое или трое собраны во имя Твое, там и Ты посреди них. И мы собираемся всегда во имя Твое имя, именно во имя Твое, в любви Твоей, Господь, вере в Тебя, Господь. Слава Тебе, Боже наш. Аминь. Благоставляю всех вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя.